приветствую всех на своем канале меня зовут рома наверняка вы видели вот это видео со стороны кажется очень забавным ребенок просто захотел в туалет но на деле жизни взрослых людей все гораздо сложнее и у многих вокруг этого желания выстраивается целая жизнь свои привычки свое поведение и сегодня я хотел бы об этом поговорить поговорим сегодня об срк синдром раздраженного кишечника что же такое срк срк это синдром раздраженного кишечника то есть ситуация когда вы хотите сходить в туалет при том что мозг распознал ситуацию которая вас окружает как опасно у кого-то это проявляется легко у кого-то это проявляется сложно например сложно было у меня я мог сходить неограниченное количество раз за короткое время там до десятка час до десятка раз за час и самый туалет мог быть самой разной формы это не так что один раз ходил и забыл и проблема довольно массовая как она началась у меня первый раз я почувствовал это в школе когда я был в десятом классе я был участвовал соревнованиях по плаванию я занимался этим плотно и это были областные соревнования в челябинске и перед заплывом я очень сильно захотел сходить в туалет тогда как бы я знал только одно определение что это медвежья болезнь и не придал этому никакому значению и в общем то в том заплыве я тогда занял второе место то есть казалось бы не зря волновался но никакой рефлексии по этому поводу конечно же не произошло потом ситуация начала усугубляться я закончил школу и переехал в москву поступил университет и уже на каждом экзамене на каждом зачете колоквами контрольной у меня были такие симптомы с знакомством с новыми людьми с походом в супермаркет мы покупали все в ашане огромный супермаркет кучу людей соответственно тоже сразу же страх что негде будет сходить в туалет в общем было всякое постепенно постепенно это все обрастало совершенно новыми формами то есть потом это присоокупилась к такси потом это присоокупилась к самолетам помимо магазинов и всего остального и самое резкое ухудшение началось в момент когда я начал работать я начал ездить метро каждый день вынужденно сейчас на экране будет карта метро где я жил и где работал соответственно университета динамо и отгадайте на скольких станциях я выходил в туалет правильно на всех на всех станциях я знал где находится ближайший макдональдс где находится ближайший киевси я знал что на кропоткинска есть общественный туалет для прихожан храма христа спасителя причем платный стоил типа рублей 30 2015 году и лучшие дни я мог выйти один раз в худшие дни я мог выйти на каждой станции и моя поездка до работы если у обычных людей она занимает в районе часа то у людей с синдромом раздраженного кишечника она занимает от двух и более при том что в офис ты приезжаешь не свежий ты приезжаешь уже уставший потому что ты ходил вверх вниз по этим эскалатором ты очень устал это как сходить фитнес при этом все это все это усугублялось еще моим моими новыми привычками моим новым образом мышления и сил не оставалось вообще практически ни на что и я оброс таким количеством привычек которые покажутся привычками сумасшедшего но по факту людей таких очень много и у каждого уникальный случай поэтому какие привычки были у меня например когда были пробки москве я прокладывал маршрут таким образом по яндекс картам чтобы неподалеку точно был туалет или макдональдс или киевсе любой общепит также если можно было ехать на метро я ехал на метро потому что это было предсказуемо и меня всегда были с собой таблетки лапирамид и влажные салфетки абсолютно всегда и я знаю что некоторые люди я так не делал но некоторые люди носят с собой дополнительные чистые трусы далее я если я знал что мне нужно прибыть какому-то времени с утра например в 9 утра для сдать в 7 утра для сдачи анализа в поликлинику то я мог за сутки до этого не есть вообще то есть не за восемь часов а вот прям целый день чтобы точно не захотеть в туалет на следующий день и тем самым моя жизнь становилась все хуже качество жизни становилось все хуже коридор продуктов которые я мог есть он постоянно сужался там я знал что вот такие яблоки вызовут метеоризм вот такие яблоки не вызовут потом все яблоки вызовут и так далее и тому подобное следующее ухудшение было когда я переехал замкат и я мой маршрут уже выглядел вот так соответственно я жил в новокосино и ездил на работу на сретенский бульвар и вот здесь пока на карте я тоже вывел станции на которых я знал где находится ближайший туалет буквально три-четыре минуты пешком от выхода из метро в какой выход нужно повернуть какие стеклянные двери направо налево и так далее и финальной точкой на которой я понял что необходимо что-то делать это был мой путь на работу я тогда работал на сретенском бульваре и поезд встал в перегоне на 50 минут это был очень стрессовый момент я сидел я нервничал меня трясло я очень сильно хотел в туалет то есть это никуда не ушло от и любое движение там даже вот ногой повернуть ступней для меня меня вызывало такой сильный дискомфорт что я думал ну вот но все я вот больше не могу с меня тек холодный пот и соответственно потом когда я уже осознал что поезд вернулся обратно то есть он не доехал до следующей станции он стал между станциями машинист бегал туда-сюда по поезду и открывал дверь гвоздодером бабки какие-то кричали что мы тут заперты мы все умрем в общем ситуация была вообще наверное один из самых худших одна из самых худших дорог моей жизни до работы и потом когда мы уехали на станцию я осознал что это кончилось у меня вообще не было никаких сил я позвонил руководителю и сказал слушай я сегодня можно после обеда пожалуйста потому что я не в состоянии сейчас даже ходить или что-то такое вот я помню я вышел сижу меня трясет я нашел туалет сходил облегчение не наступило и вот с этого момента я начал работать с этим симптомом потому что дальше уже становилось просто невозможно что же такое в целом синдром раздраженного кишечника это насколько мне удалось разобраться точного механизма никто не знает то что известно на текущий день это следующая цепочка событий мозг воспринимает ситуацию как опасно для меня это были поездки в метро экзамены соревнования и так далее мозг посылает адреналин в печень печень вырабатывает кортизол кортизол выводит в оверрайт все наши внутренние органы и функции которые есть у организма и у кого-то этот оверрайт случается на кишечник как у меня и у миллионов других людей у кого-то начинается рвота или тошнота у кого-то мигрени и так далее у меня именно мигрени связанных со стрессом не было на постоянной основе только в острой фазе у меня был именно срк и биохимически это выглядит так и сейчас я с вами поделюсь опытом который я приобрел спустя долгое время жизни с этим симптомом то есть школу я закончил 2011 году сейчас 2023 получается 12 лет и только последний год мне удалось дойти до состояния когда мы с женой едем например в такси или в метро или в самолете и я говорю слушай смотри как как я доехал и она такая блин точно а я уже вот воспринимаю это как данное а для меня это победа которую я праздную каждый раз когда сажусь в общественный транспорт первое что необходимо сделать для облегчения симптомов синдрома раздраженного кишечника это понять какие у вас есть привычки эти привычки кажутся на первый взгляд как и мне казались сначала чем-то естественным потому что без них будет хуже но по факту для людей которые не имеют синдрома раздраженного кишечника они кажутся ну мягко сказать нелепыми потому что в них нет необходимости то есть они не облегчают на самом деле ситуацию и эти привычки я могу привести в пример свои у я уверен что у каждого они уникальные ну возможно где-то мы пересекаемся первое что я делал это как я говорил ранее у меня всегда были с собой влажные салфетки и таблетки la piramide вот кто-то носит с собой другие таблетки кто-то носит сухие салфетки следующее что у меня было как раз это ограничение в диете то есть я не позволял себе есть продукты которые по моему мнению могут вызвать этот синдром и тогда я буду чувствовать себя плохо третье это я всегда старался подбирать такие маршруты чтобы если что-то сходил бы в туалет по большому кто-то я знаю носят с собой дополнительные чистые трусы и у меня тоже были такие мысли так сделать что нужно сделать дальше нужно проражир выписать список с этими привычками поставить каждой силу в которой с которой вы верите в эту привычку то есть например если я не поем то на следующий день я не схожу в туалет довольно сильное утверждение и самую привычку прометить нужно которой вы меньше всего верите моей самой слабой привычкой было брать с собой таблетки потому что они действуют не сразу они действуют минут через 30-40 а помощь мне он нужно уже вот прям сейчас то есть я всегда пил таблетки после того как нашел туалет и в один день я не взял их с собой и они мне не понадобились и потом я сделал так еще раз так еще раз и я осознал что в целом эта привычка она ни на что не влияет и потом нужно пойти по списку вверх и пробовать проверить об реальность привычки которые менее для вас важны и идти к самым важным соответственно самое высокое будет самое сложное но вы уже будете без вот этого груза который мешает который мешает облегчить это состояние довольно тяжелый процесс он долгий но он действенный он действенный не нужно искать никаких волшебных таблеток вся проблема она вот здесь следующее что необходимо сделать это определить ситуацию которая пугает вас и вызывает такой симптом у всех она может быть разный кто-то боится сходить в туалет на людях довольно тоже сильное утверждение можно понять кто-то боится сходить прямо в штаны тоже может быть кто-то боится сходить просто в общественном туалете только дома кто-то боится испортить воздух чтобы на него не показали и сразу возникает следующая цепочка я так сильно этого не хочу так сильно пытаясь это контролировать что ситуация выходит из-под контроля вот такой парадокс и нужно первым шагом в этом пункте определить что это за ситуация конкретно моем примере я боялся спросить можно ли сходить в туалет в общественных местах и путь чтобы разбить это был только один мне нужно было ходить в разные общественные места не только кафе и спрашивать а можно ли я схожу в туалет и я был в районе 30 мест я вел дневник я все записывал записывал реакцию чтобы потом мог обращаться к статистике которую я сам же получил если у меня память преломится и только в двух местах из трех из 30 мне как бы оказали какую-то отрицательную обратную связь это были два охранника как бы но охранники охранники я ходил в аптеке я ходил милицейские участки в кинотеатры в общепит классика библиотеки и наверное куда-то еще уже подзабылась вот и везде в супермаркеты в супермаркеты продуктовые я ходил в бытовые вам видео и везде мне пошли навстречу везде вошли в положение отвели там ну не в такой вообще сто лет как в торговом центре какой-то подсобный для сотрудников но тем не менее я не получил какого-то сильного сопротивления и с тех самых пор я и больше не боюсь спросить можно ли сходить у вас туалет у каждого эта ситуация может быть своя как я перечислил до этого и есть методы просто как эту ситуацию проверить об реальность и последний шаг по избавлению от срк или его облегчению это экспозиции экспозиции это то когда вы уже поработали с мыслями когда вы уже определили проблему когда вы избавились от охранительного поведения чтобы она вам не мешала и в этот момент можно применять знания на практике этот этап самый сложный он самый тяжелый но он и самый действенный он работает так сначала нужно разбить ситуацию в которой у вас языка вызывается синдром раздраженного кишечника на маленькие под этапы разберем мой случай с метро у меня была проблема в час пик при поездках на работу мы с женой пошли в час пик к станции метро и у входа станцию метро я захотел в туалет первое желание это пойти и сходить второе желание это понять что это привычка которую необходимо разрушить мы стояли у входа в станцию метро шли люди вокруг было холодно туалет был далеко и я просто стоял и ждал когда же пройдет приступ тревоги который вызывает это желание и этот приступ прошел но желание никуда не пропало здесь вся суть упражнения в том чтобы увеличить время которое вы можете потратить до похода в туалет то есть при спадании тревоги все содержимое кишечника никуда не девается я понимаю это как никто просто у вас становится в пять раз больше времени чтобы это проблему решить следующим шагом мы зашли вестибюль уже зашли на платформу и на платформе у меня начался привычный приступ тревоги который повел за собой синдром раздраженного кишечника и я захотел в туалет меня скрутило так что по привычке то есть меня скрутило по привычке так что я не мог разогнуться я не мог поддерживать разговор я не мог шутить или или делать что-то еще и в этот момент я вам очень рекомендую если у вас есть психолог или если психолога нет но вы намерены справиться с этой проблемой то просто прогуглите дыхательные упражнения которые вызывают панические атаки зачем это нужно когда я сидел в такой скрюченный на экспозиции на станции метро я начал делать эти упражнения и вызывать у себя паническую атаку сделаю ремарку в своем в одном из своих видео я как раз говорил что паническая атака это ситуация когда вы думаете что умираете все остальное это приступ тревоги если вы просто сильно беспокоитесь до дрожи это не паническая атака и я вызвал паническую атаку у меня пульс 160 я потею меня трясет кружится голова я начинаю пугаться что умираю и потом организм сам себя начинает балансировать потому что мы сложная система мы не можем влиять на сила разума на то как мы себя чувствуем как работают внутренние органы и так далее мы это делаем неосознанно у это заложено нас заложено в нас и после того как мой организм начал балансироваться пульс стал спадать пот стал высыхать грубо говоря голова перестала кружиться стало хватать кислорода и тревога тоже прошла и сам срк снизился он упал по интенсивности в несколько раз потому что по сравнению с тем что я испытывал 30 секунд назад предсмертельные симптомы хотеньев желание сходить в туалет это ничего просто это совершенно детский сад и опять же содержимое кишечника никуда не ушло но и эта проблема стала менее ценной менее значимой для того чтобы думать о ней постоянно и дальше когда я уже смог снова разговаривать я уже мог ходить меня уже не скрючило меня уже не трясло мы ехали от станции к станции рассматривали интерьеры смотрели что это что ситуация вокруг она не опасно что мы можем просто почитать что написано на табличках вот там станция перова построена там 70 каком-то году такие архитекторы такие-то там на шоссе энтузиастов если вы не обращали внимание если вы были на этой станции там на стенах картины как люди жгли усадьбы и справлялись царским режимом просто посмотрите там стоит того может быть в интернете кто-то сфотографировал и так из раза в раз из раза в раз метро перестала быть для меня местом которое мой мозг считывает как опасное и далее по цепочке я перестал испытывать синдром раздраженного кишечника и теперь как обычный человек могу не только ездить метро я проделал такое же упражнение и с такси и с самолетом и с супермаркетами и с отпусканием контроля в другом транспорте то есть чувствую себя совершенно уверенно спокойно и те кто меня знают мои друзья те кто в курсе были этой проблемы они удивляются какое сильное изменение произошло благодаря вот такому подходу я как никто понимаю людей у которых есть синдром раздраженного кишечника это тяжело это может для кого-то кто осознает что проблема есть это вдвойне тяжело потому что там возникают всякие чувства и эмоции виде обиды почему это со мной почему это так почему не по-другому люди которые имеют эту проблему но не знают о ней они думают что у них проблемы со здоровьем ходят на бесконечные гастроскопии гастронтерологом пьют ферменты что-то еще думать что это не усваивается но если врачи не могут годами найти органическую проблему значит проблема исключительно психики и я желаю всем чтобы избавились от этого чтобы облегчилось это и вы смогли жить полной жизнью и ваше качество жизни улучшилось так что через год вы будете ехать в такси стоять в пробке съев перед этим большой бургер выпив не фильтрованным запив его не фильтрованным пивом и не будет абсолютно никаких проявлений метеоризма вы не будете загоняться по этому поводу и будете здоровы всем спасибо пока